Метод сильно связанных электронов или метод сильной связи – это один из приближенных способов расчета состояния электронов в кристаллах. В прошлый раз мы говорили о методе слабосвязанных электронов, который берет за исходную точку состояние свободных электронов. А в методе сильно связанных электронов мы, наоборот, будем исходить из состояния электронов, запертых в отдельных атомах. То есть из атомных орбиталей. Если атомы находятся достаточно близко друг к другу, так что волновые функции атомных орбиталей соседних атомов перекрываются, то происходит обобществление волновых функций. Электрон оказывается как бы размазанным по всем атомам. Волновую функцию, такого размазанного по кристаллу электрона, мы будем искать в виде комбинации или суперпозиции волновых функций отдельных атомных орбиталей. В этом и состоит суть метода сильно связанных электронов. Отсюда и другое его название. Метод линейных комбинаций атомных орбиталей, или сокращенно ЛКАО. А теперь посмотрим, как этот метод выражается математически. Для простоты будем изображать потенциал атома в виде прямоугольной потенциальной ямы, содержащей только один энергетический уровень с некоторой энергией Е0. Изобразим также волновую функцию электронов ями. Если где-то очень далеко есть еще одна такая же яма, то и в ней будет такой же энергетический уровень. Волновые функции электронов в каждой из ям ПСИ1 и ПСИ2 являются решениями уравнения Шрёдингера ХПСИ равно ЕПСИ с энергией Е0. Что изменится, если уменьшить расстояние между ямами так, что волновая функция электрона из одной ямы достигает соседней ямы? Другими словами, если волновые функции соседних ям перекрываются, тогда энергетический барьер разделяющей ямы становится туннельно-прозрачным. То есть электрон может попасть из одной ямы в другую посредством туннелирования. Если в некоторый момент электрон находился, скажем, в левой яме, и его волновая функция была равна ПСИ1, то через некоторое время Т он с некоторой вероятностью попадет в правую яму. А значит, его волновая функция станет суперпозицией волновых функций левой и правой ям. Динамика волновой функции описывается зависящим от времени уравнением Шрёдингера. И если это уравнение описывает туннельный переход электрона из одной ямы в другую, значит, возможность такого туннелирования должна быть заложена в гамильтониане h. То есть действие гамильтониана на волновую функцию ПСИ1 должно давать не только ПСИ1, но и ПСИ2 с некоторым коэффициентом Тау, который мы будем называть туннельным интегралом. И совершенно аналогично при действии гамильтониана на волновую функцию ПСИ2 появляется слагаемая Тау ПСИ1, описывающая туннелирование электрона из второй ямы в первую. Величина Тау зависит от прозрачности барьера, разделяющего две ямы. Иными словами, от того, насколько сильно хвост волновой функции электрона в одной яме проникает в другую яму. Обычно волновые функции в барьере затухают по экспоненте. Тогда и туннельный интеграл Тау экспоненциально спадает при увеличении расстояния D между ямами, а именно как E в степени минус Каппа D, где Каппа – коэффициент затухания волновой функции в барьере. Можно сказать и по-другому. Величина Тау определяется тем, как сильно перекрываются друг с другом волновые функции ПСИ1 и ПСИ2. Поэтому Тау иногда называют энергетическим интегралом перекрытия. Теперь у нас все готово, чтобы вычислить энергию электрона в потенциале, состоящем из нескольких одинаковых ям. Мы начнем со случая двух ям. Как мы уже говорили, волновая функцию электрона ПСИ, мы ищем в виде линейной комбинации атомных орбиталей ПСИ1 и ПСИ2, взятых с некоторыми неизвестными коэффициентами ПСИ1 и ПСИ2. Подставим такую волновую функцию выравнения Шрёдингера. HПСИ равно ЕПСИ. И воспользуемся выражениями для HПСИ1 и HПСИ2. В полученном равенстве соберем отдельно коэффициенты при ПСИ1 и отдельно коэффициенты при ПСИ2. И, наконец, перепишем полученную систему уравнений в матричном виде. То, что получилось, это не что иное, как матричная запись уравнения Шрёдингера HПСИ равно ЕПСИ. В роли гамильтониана H здесь выступает матрица 2 на 2. Как говорят, это матричная запись гамильтониана в базисе, состоящем из двух функций ПСИ1 и ПСИ2. А в роли волновой функции здесь вектор строка, состоящий из коэффициентов разложения функции ПСИ по базисным функциям ПСИ1 и ПСИ2. Решим теперь это уравнение и получим, что из-за туннельной связи уровень Е0 расщепился на два уровня. Е0 плюс Тау и Е0 минус Тау. Посмотрим, как это выглядит в программе Квант. Сначала создадим одиночную потенциальную яму с одним уровнем. Затем поместим другую, такую же, на очень большом расстоянии. И будем постепенно уменьшать расстояние между ямами. Видно, что расщепление уровней нарастает по мере сближения ям. Нижний уровень смещается вниз, а верхний – вверх. То есть туннельный интеграл растет. Между прочим, это объясняет природу химической связи. На нижний уровень могут сесть два электрона с противоположными спинами. Один от левого атома и один от правого. Чем ближе атомы друг к другу, тем ниже энергетический уровень, на котором находятся два электрона. А значит, атомам энергетически выгодно подойти поближе друг к другу. Так и образуется ковалентная химическая связь. Посмотрим теперь, что изменится при добавлении третьей ямы. Теперь у нас имеются три волновые функции электрона в отдельно взятой яме – Psi1, Psi2 и Psi3. Если пренебречь туннелированием, то каждая из них является решением уравнения Шрёдингера с той же самой энергией E0. Туннельная связь между первой и второй ямами добавляет слагаемые перемешивающие функции Psi1 и Psi2. И аналогичную добавку в гамильтониан дает туннельная связь между второй и третьей ямами. Мы можем переписать гамильтониан в матричном виде, по тому же рецепту, как мы сделали ранее для системы двух ям. Но теперь мы получим его в виде матрицы 3 на 3, в базисе, состоящем из трёх функций Psi1, Psi2 и Psi3. Невозмущённая энергия E0 расположится по диагонали матрицы. Интегралы перекрытия волновых функций Psi1 и Psi2 займут позицию между первой строкой и вторым столбцом и наоборот. И аналогичным образом расположатся интегралы перекрытия функций Psi2 и Psi3. В незанятых клетках останутся нули. Поскольку это матрица 3 на 3, то у неё три собственных значения, которые и являются решениями уравнения Шрёдингера, то есть энергетическими уровнями электрона в системе трёх ям. И, наконец, перейдём к случаю бесконечного одномерного кристалла, составленного из одинаковых потенциальных ям. На волновую функцию PsiN электронов n-ной потенциальной яме Гамильтинян действует следующим образом. Он умножает её на E0, энергию электрона воды настоящей яме, и добавляет слагаемые, описывающие туннелирование в яму слева и в яму справа. Если мы попробуем записать Гамильтинян в матричном виде, то получится трёхдиагональная матрица бесконечно большого размера. На главной диагонали находится невозмущённая энергия электрона в отдельных ямах. На диагонали подглавной расположены туннельные интегралы для туннелирования влево, а на диагонали надглавной туннельные интегралы для прыжков вправо. Все остальные матричные элементы равны нулю. Подставим теперь эту запись Гамильтиняна в уравнении Шрёдингера. Уравнение Шрёдингера превращается в бесконечный набор равенств, связывающих между собой коэффициенты С, но все эти равенства имеют один и тот же вид. Чтобы решить такую систему из бесконечного числа уравнений с бесконечным числом неизвестных Сн, мы воспользуемся теоремой Блоха, которая выражает волновую функцию электрона через произведение плоской волны Е в степени ИКХ и некой периодической функции У. Если к аргументу Х прибавить период кристалла А, то плоская волна получит дополнительный множитель Е в степени ИКА, а функция У останется неизменной. Значит, при переносе на расстояние А волновая функция умножается на Е в степени ИКА. Но с другой стороны, при таком переносе мы попадаем из Н-ной ямы в Н плюс первую, то есть коэффициент СН заменяется на СН плюс один. Следовательно, коэффициенты, относящиеся к соседним ямам, связаны друг с другом, множителем Е в степени ИКА. Воспользуемся этой связью, чтобы найти энергии электрона Е. Теперь множитель СН сокращается, и мы получаем ответ, энергию электрона как функцию квазиволнового вектора К. То есть мы получаем закон дисперсии электрона в одномерном кристалле, состоящем из одинаковых потенциальных ям. Оказывается, закон дисперсии имеет вид синусоиды. Нарисуем его в пределах зоны бриллиена в случае положительного Тау и отрицательного Тау. Видно, что в обоих случаях энергетический уровень отдельно взятой ямы Е0 превратился в энергетическую зону, ширина которой определяется туннельным интегралом Тау, возникающим из-за перекрытия волновых функций соседних ям. Поскольку величину Тау мы рассматриваем как малую поправку по сравнению с невозмущенной энергией Е0, то мы ожидаем закон дисперсии в виде узких разрешенных зон, разделенных сравнительно широкими запрещенными зонами. Посмотрим теперь на закон дисперсии, рассчитанный с помощью программы КВАНТ. Возьмем прямоугольную потенциальную яму и составим из таких ям бесконечный кристалл. Эта простейшая, одномерная модель кристалла называется моделью Кронника-Пенни. Покажем на экране закон дисперсии. Мы видим, что там, где в отдельно взятой яме были энергетические уровни, там появились энергетические зоны с синусоидальным законом дисперсии. По мере продвижения вверх по шкале энергии разрешенные зоны становятся все шире. И действительно, ширина зоны определяется туннельным интегралом. А чем больше энергия электрона, тем легче ему преодолеть барьер между соседними ямами путем туннелирования, а значит, тем больше туннельный интеграл. Посмотрим теперь на картину закона дисперсии в более мелком масштабе. При дальнейшем движении вверх по энергии туннельный интеграл перестает быть малой величиной, то есть разрешенные зоны уже не являются узкими по сравнению с запрещенными. Это значит, что мы вышли за рамки применимости метода сильно связанных электронов. Это видно также по форме дисперсионных кривых. Они перестали быть синусоидами. Зато по мере увеличения энергии мы входим в область применимости метода слабо связанных электронов. В полупроводниках можно сказать, что закон дисперсии глубоко в валентной зоне хорошо описывается методом сильно связанных электронов, а высоко в зоне проводимости методом слабо связанных электронов. А в промежуточной области, которая как раз наиболее интересна, эти приближенные методы, строго говоря, не годятся, но с некоторой осторожностью их можно применять. И они дают полезную информацию о том, как устроены энергетические зоны в реальных полупроводниках.